одержимый христианин парадокс что такое парадокс парадокс это когда происходит что-то такое что происходить просто не может но это невозможно но это происходит вот это есть парадокс христианин и одержимый разве это возможно все немногие люди говорят что невозможно верующему человеку быть одержимым вот тоже нонсенс мне может такого быть я тебе говорю может и докажу тебе во первых этом говорит библия что христианин может быть одержимый почитай библию все сказано ну что объяснять вам когда слушай первое есть одержимость наследственная как проклятие допустим мой дедушка был вором и он воровал воровал всю жизнь и он не покаялся и умер и демоны демоны воровства которые были на нем они перешли на моего отца и мой отец воровал воровал тоже что-то делал не то эти и он не покаялся эти бесы перешли на меня и я пытаюсь открыть какой-то бизнес и не могу а почему потому что есть родовое проклятие родовое проклятие это демоны передающийся по крови от родственника к родственнику и ты не можете демонов изгнать никак потому что они твои они родовые изгнать их может только человек который будет использовать кровь иисуса христа и имя иисуса христа и когда и это должен быть пастор священник ты когда ты пройдешь определенный ритуал красивое слово да молитвенный ритуал когда за тебя помолятся серьезно эти демоны отойдут второе да ты может быть верующим всю жизнь но не всю жизнь ты пришел церковь покаялся твой дух спасем ты спасем а родовые демоны они не уйдут пока их не изгонят пока их не сгонят они не уйдут спасем твой дух как и покаялся в церкви но тело твое не спасено и а демоны живут в теле для того чтобы тело изгнать их нужно приложить усилие пастора твоего или священника во имя иисуса христа и родовые демоны уйдут вторая держи виды вид одержимости это через грех вот я христианин я хожу церковь я служу людям помогаю людям читаю библию молюсь но я человек я могу согрешить я соврал кому-то по телефону вот только соврал кому-то сказал неправду и полуправду а полуправда это уже грех это ложь все двери в духовный мир ада открыты и без и могут входить вот допустим я тебе вру вот мне сейчас 35 лет я говорю не 45 все кому-то говорю 45 это ложь и без и двери открывается и без и входят для того чтобы не вышли на на покаяться все когда без и входят через твой грех их выгонки очень просто ты молишься и не уходит но родовые демоны и без и которые переходят по роду ты не можешь выгнать потому что они они тебе были переданы по правильному закону по определенному правильному закону родства по крови и их могут этих родовых демонов изна только пастор или священник от их обычная который ты вот согрешил поэтому я могу быть верующим и врать а наш без уже могут ходить я просто открываю дверь понимаете тогда кажется все двери закрыты одержимость через молитву без бога есть люди которые молятся про просят бога чтобы бог решил у кого-то другую допустим если люди которые молились против моего пастора они говорят так бог почему этот пастор приехал в наш город мы же здесь церковь открыли бог убери этого человека пусть что будет с ним только убери его это колдовская молитва они думают что не просят что-то хорошее на самом деле они колдуют прося у бога сами этого не понимая это реально колдовская молитва и эта молитва не имеет права на жизнь если ты молишься богу и просит что-то без воли бога для какого-то человека это говорит что это колдовство и она действует первую очередь на человека вторую очередь на тебя поэтому эти грехи эти виды одержимости может быть и верующего человек верующий человек это еще не сказали это еще это еще не факту что ты можешь жить без греха и не может быть на каком-то минимальном уровне одержимости кальция показе и одержимости не будет все